Привет, мои хорошие! Привет, привет, привет! Ходила забирать Озон. У меня там был небольшой заказ. Я, наверное, в этом видео вам все покажу. И Озон, и Фикс Прайс, и то, что купила еще по пути. В общем, захотела рыбки сделать своей любимой на ужин. Ну, на один из ужинов. Не сегодня, но просто на один как-нибудь из ужинов. И думаю, пойду схожу, заберу заказ Озон. И как раз зайду в Дикси. Там была рыбка в панировке. Хек по акции. 124 рубля. Ну, акции у нас недолго длятся. Товары постоянно меняются. То на одну группу продуктов акции, то на другую группу продуктов акции. Ну, что я вам объясняю, вы все знаете. В общем, пока я дошла, посмотрела, акции там нет. А рыбки-то хочется. Побрела в чижик за своей любимой рыбой. Сейчас вам покажу. И так как акции нет, я побрела в чижик. Ну, конечно, простой покупкой рыбы это все не обошлось. Купила кое-что еще. Сейчас вам все покажу. Не перестаю я хвалить эту рыбу. Это не реклама. Кто меня смотрит, знает, что я, когда бываю в чижике, или даже специально хожу, чтобы купить вот эту рыбку. В панировке филе ментая. Здесь именно, вот не как мы привыкли, знаете, вот всегда хочется рыбку в панировке, а берешь, а там фарш какой-то непонятно с чего намешанный. Вот здесь не так. Здесь на самом деле кусочки рыбки. Такие в панировке. Вот. Мне нравится очень их готовить. Я их реже обжариваю. Чаще всего запекаю. Прямо на противень выкладываю. И в духовочку. 20 минут. И все готово. Вот. Можно и в духовке. Можно. Тут есть способы приготовления. Здесь 8 кусочков. Цена 8 кусочков. Пока не изменилась. Стоит 199 рублей. Я даже до того, знаете, вот в очереди стою и расхваливаю, хвалю. Прямо, ну, потому что не перестаю удивляться, как это вкусно. Что это не фарш там внутри. И даже в очереди все оборачиваются и спрашивают, что это такое. И идут, берут. Поэтому вот как бы не реклама, девчонки. Беру постоянно. Поэтому плохого я не посоветую. Попробуйте. Так. Что-то тут наклеено. Попробуйте. Я иной раз даже, знаете, вот просто хожу. А, тут просто так. Не пропечатано, а наклеено. Просто так даже хожу и впрок. Беру и кидаю в холодильник. У меня там лежит, когда хочется такой какой-нибудь рыбки. Мне написала одна девушка, говорит, покажите, там снимите, что именно это точно не фарш, а настоящее филе. Я как-нибудь на самом деле, что-то я не додумалась. Я как-нибудь на самом деле сделаю такое видео. Мы с вами распечатаем эту упаковочку. И я думаю, многим будет интересно, что же там внутри. Я-то знаю, что там внутри. Постоянно вам говорю. Но есть такие вот люди, понимаете, не верующие, а тратить деньги на то, чтобы купить и проверить самим. Ну, иной раз у людей просто нету этих денег. Или люди боятся купить что-то такое. Ну, жалко на что-то потратить деньги, на какой-то некачественный продукт. Сами знаете, что иной раз какие-то консервы, вот такие готовые блюда. Да, готовые. Ну, невкусные просто. Стоит сейчас дорого. Все очень дорого. Но вот невкусно. Но я плохого не посоветую. Во-первых, я сама плохое никогда, даже второй раз не куплю. Ну, а если я уже покупаю это в десятый раз, в двадцатый раз, то это очень-очень вкусно. 199 рублей, 90 копеек филе ментая в панировке. Отнесла я в морозилку. Показываю теперь дальше. Купила шоколадку. Мы не удержались. Уже я купила там сникерца Твикс. Еще такие большие по 44 рубля не удержались. И уже съели. Аленку тоже взяла. Аленку. Я уже рассказывала, какие шоколадки подешевле. Беру в холодильник. В дверцу кладу. Иной раз хочется. Вообще недорогая. 59 рублей. 90 копеек. Аленка. В холодильник брошу. У меня там белорусские шоколадки лежат. Так. Соль. Взяла опять вот такую баночку соли. Так. И баночка соли у нас стоит 29 рублей. Хорошая, мелкая прям. Ну мелкая, хорошая соль. Беру уже второй раз. Пускай будет. Пускай стоит. Набрала свои оливки. Ой, у меня сейчас все, девчонки, вывалится. Ой. По 29 рублей взяла соду. Сода в моем доме должна быть абсолютно всегда. Взяла. Пускай будет по 29 рублей. Сода. И все ей чищу. И отмываю. И посуду. Ложки. Доски. В общем, все делаю. Все делаю. Все делаю с содой. Поэтому, когда вижу, когда в чижике привезли, не было. Так что. Вообще много чего в чижик привезли. Прям весь чижик затарен. И гречка есть, и сахар есть. Всего навалом. Мои любимые вот эти мини и берека маслинки. Хорошие. Под завязку забита баночка. Даже больше, чем в каких-то именитых фирмах. По 99 рублей. По 99 рублей сейчас стоят. Да, 99,90. Но, хочу сказать, в других магазинах я специально сегодня обратила внимание. Чуть ли не под 200 рублей. Так как я показывала вам свою хомячью норку. У меня там осталась одна баночка всего оливок. И то, наверное, я уже салат делала. Поэтому купила. Поставить в свою хомячью норку. За хомячью. Оливки еще привезли нам вот такие. С голубым сыром. Это тоже мои любимые, прелюбимые. Тоже необычный у них вкус такой. Аромат. Не хочу сказать, что прям тут сыр напихан. Нет, конечно, никакого сыра вы тут не найдете. Особенно голубого. Да. С плесенью, с этой голубой. Нет. 109 рублей 99 копеек. Также взяла в хомячью норку. Обожаю и на закуску. И вот в салаты. Салат прям очень пикантный. Режу айсберг. Режу любой листовой салат. Огурцы, помидоры. И вот эти вот оливки. Режу. И очень вкусно. Эти или маслины. С маслинами люблю больше. Вкус прям, девчонки, совсем-совсем другой. Дальше купила вот такое масло. 119 рублей. Это масло ароматное. Вот наподобие такого нерафинированного. Только здесь вот за 124 рубля 650 миллилитров. А здесь за 119 рублей 99 копеек у нас получается аж целый, целый литр, литр. В общем, взяла. Обожаю такое масло. Изготовитель город Армавир. Краснодарский край. Хорошее масло. Такое прям очень густенькое, хорошее. Я беру именно, знаете, как сказать. Вот сейчас, наверное, буду брать именно, наверное, в чижик ходить. Не обязательно этой фирмы, девчонки. Просто нерафинированное масло. И тут даже подписано для салатов. Обожаю этот вкус салата. Любого. И винегрета, и любого овощного салата. Даже с айсбергом, даже с листьями салата. Немного поливать вот этим вонюченьким, вонюченьким, ароматненьким маслицем. И это очень выгодно, когда целый литр получается всего 119 рублей 90 копеек. Ну, 120 рублей, давайте так уж говорить, 120 рублей. Эти все 90 копеек нас преследуют и тут, и там. Поэтому это очень выгодно, чем за 124 вот это. Когда по акциям по 80 бывает, конечно, выгодно вот эти 650 миллилитров. Но теперь я, наверное, вот буду, про запас еще возьму. В чижике буду, прямо еще про запас возьму. Поэтому, кто любит такое без ГМО, содержит витамин Е. Кто любит такое высший сорт, ГОСТ. В общем, кто любит такое ароматное масло, то, пожалуйста. Еще очень вкусно отварить картошечку и таким ароматным маслом полить. Но я картошку редко-редко-редко-редко. Так, и взяла три пакета. Три пакета. Пакеты самые, я ничего в них не несла. Или два. Два. Два, вру. Взяла два пакета по 3 рубля 90 копеек. Это самые дешевые пакеты. Можно, в принципе, так же взять, пойти с собой в любой магазин. Потому что у нас в каких-то магазинах даже уже по 10 рублей пакеты. Вот. Либо использовать для мусора тоже бывает иной раз очень хорошо. Все, больше я ничего не взяла. Все вам сказала. Сода по 29,90. В фикс-прайсе также у меня есть небольшие покупки из фикс-прайса. Конечно же, это губки. Только губки, представляете, какие-то уже другой. Они стали использовать материал вот тут. Не знаю, как передать. Она больше то раньше была такая пористая-пористая. Я думаю, кто берет постоянно, тот знает. А сейчас прям какая-то стала поролонка-поролонка. Надеюсь, качество от этого не пострадает. Какой-то прям немного другой материал. Надеюсь, что просто светлый цвет такой. И это ничего такого, как говорится. Дальше. Сейчас вам тоже для сравнения. Наконец-то у нас появились вот эти салфетки в боксе. Девчонки, но подорожали. Вот такая упаковка. Смотрите, с милыми такими собачушками я взяла. Стала стоить уже 99 рублей. Раньше была вот такая упаковочка. И она стоила 55 рублей. Ой, а у меня тут еще салфетки остались. Смотрите, насколько она меньше. Насколько она меньше. Видно прям даже. Это только из-за того, что здесь у нас было всего 180 салфеток. А это у нас подорожало. И теперь стоит 99 рублей. Но зато тут увеличилось количество салфеток. 230 бумажных салфеток. Теперь на 50 листов больше. Выгодная упаковка. Вот с такими, ну просто милашные собачки. Я потом их, наверное, вырежу куда-нибудь в блокнот наклею. Ну просто милашные, да? Корги это вроде. Поэтому взяла. Очень рада, что появилась. Вот у нас в двух фикс-прайсах прям появились вот эти салфетки в боксе. Я их обожаю. Ну, конечно, 99 рублей уже карман-то жмёт, жмёт. Так, взяла зубную пасту. Также зубная паста тоже в наших магазинах поджимает карман. Надо переходить на какую-то другую, как говорится. Что-то более подешевле. Опять я вспомнила, что зубная паста есть в фикс-прайсе. Я, конечно, обожаю зубы чистить своей любимой пастой. И парадон так с красной. Потому что люблю такую ядрёную, заядрёную прям. Но она стоит очень дорого. Больше 200 рублей. Трудно её где-то найти по каким-то скидкам и акциям. Ну, в маленьком формате 50 миллилитров она бывает где-то по скидке. Но, по совету, по совету, мне посоветовали попробовать вот такую вот пасту. Абсолют антибактериальная 4 фреш. 99 рублей, девчонки. Большой, очень объём 110 миллилитров я попробовала в рыве глаз. Вот теперь это стал мой фаворит. На самом деле хорошая зубная паста. Я её уже пробовала, честно вам скажу. Уже открывала, просто оставила. Вот эта фикс-прайсовская покупка уже была давно. Просто, ну, некуда. Снять отдельно как-то мало. 18 часов действия. Обалденная зубная паста. Я люблю такие зубные пасты в рыве глаз. Но редко-редко их где-то встретишь, такие зубные пасты. Кто ещё знает какую-нибудь зубную пасту в рыве глаз? Такую, как парадон такс красный. Вот этот, такую, как локолюд красный. Вроде она тоже такая. Пишите, мне будет очень интересно. Вот такая она голубенькая. Я уже несколько раз чистила. Такая мятная, 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 ароматная. И на самом деле от неё глаза лезут из орбит, как говорится. Защита от бактерий, глубокое очищение, свежее дыхание. В общем, обеспечивает эффект ополаскиватель для полости рта. Представляете, вот этот ополаскиватель такой хороший. Правильно мне писали, что он хороший. Многие девчонки уже пользуются им постоянно. Уже практически закончился. Всё полощу и полощу, и полощу. Полощим и полощим. Защита от бактерий, глубокое очищение. Я, наверное, этого не считала уже. Вот. Поэтому вот такая. И мне ещё кто-то писал, что она в нескольких вариантах. Ещё в каких-то упаковках есть другого цвета. Но у нас нету. У нас только такая. Вот 99 рублей. Только такая. И я обязательно ещё раз пойду там и куплю. Ещё пускай лежит. Впрок пускай лежит. Ещё взяла... Так, не буду убирать в этот. Это выкину сразу. Ещё взяла вот такую вот зубную пасту. Тоже посоветовали взять, попробовать. Вообще большой объём. 175 уже грамм этой пасты. Это силка мед. У нас восстановление и минерализация эмали. Что-то вообще недорогая цена. 59, что ли, рублей за такой большой объём. Ну, в общем, девчонки, буду теперь тестировать пасты. Фикс прайсе, потому что не до жиру. Не до жиру. Я не могу себе позволить покупать пасты зубные по 300-400. Даже по 200 рублей. Вот. Ну, во-первых, мне и надолго хватает. Так. Что ж нам тут обещают в этой зубной пасте? Я так понимаю, она с каким-то зелёным чаем, двойной кальций, натуральные экстракты растений, защита от кариеса, восстановление и минерализация эмали. Честно хочу сказать, вот эту зубную пасту я ещё не использовала. Она у меня закрытая. Сейчас посмотрим, есть ли тут. Да, есть вот здесь, видите, носик. Вот она у меня ещё закрытая. Пускай лежит. Не знаю даже какого цвета. Открывать пока не буду, потому что у меня там ещё осталось, наверное, пасты 2-3, которые уже надо допользовать. И я открыла вот эту Абсолют, которую мне тоже порекомендовали, которая «Вырви глаз». Теперь это мой фаворит, фаворит. Вот. Попробую обязательно вот эту. Так, активный кальций. Давайте я вам прочитаю, что и потом как-нибудь в каком-нибудь влоге, конечно же, скажу своё мнение, что вот это за паста. Но я думаю, вот эта, она не «Вырви глаз». Не «Вырви глаз». Изготовитель город Долгопрудный. Так, 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 так. Активный кальций в увеличенной дозировке. Эффективно встраивается в эмаль взамен утраченного кальция. Представляете, это же вообще. Минерализирует и восстанавливает ткани, зуба, заполняя все микротрещины. Вот. Представляете? Уникальный минеральный комплекс укрепляет верхний слой зуба, делая его устойчивым к кариоису. И усиливает регенерацию тканей. Обалдеть. Экстракты мельнисы и ромашки. Вот она такая травяная. И мне кажется, она не очень гидрёная, потому что успокаивают, тонизируют, смягчают, обладают противовоспалительными свойствами и оказывают противомикробное действие. Ну, вот так. Так, ещё зачем же я побежала в фикс прайс? Увидела, увидела, увидела. Где-то, не помню, то ли в инстаграме, то ли куда-то мне пришло в новинках. Увидела вот такие натуральные гидрогелевые маски. Это для меня новинка, девчонки. Я так понимаю, я только знаю про гидрогелевые патчи под глазом. Но вот что какие-то гидрогелевые маски. Это, наверное, какая-то такая слизька. Мы с вами её обязательно испробуем вместе. Посмотрим, что это такое. Если кому-то не хочется тратить деньги, покупать это, не зная, что это такое, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Скоро будем тестировать такие интересные гидрогелевые маски. От Фида Косметик у нас было представлено то ли три, то ли четыре вида. Такие же выбрала я. 59 рублей. Много брать не стала, потому что финансы поют романцы. Выбрала две. В следующий раз куплю ещё две на пробу. Так, гидрогелевая маска для лица натуральная. Я взяла омолаживающую и взяла увлажняющую. Одна у нас, которая омолаживающая. Смотрите, она как такая гель на лице. Обязательно посмотрим. И она такая типа... Вот есть тканевые маски, а это как гидрогелевая, как подушечки под глаза. Будет ли она так стекать, как слизь улитки. Попробуем, испытаем. От народной рецепты. Вот Фида Косметик. Народные рецепты омолаживающие на гидролатах винограда и граната. Разглаживает морщины. Также содержит стволовые клетки яблока, зелёный кофе, экстракт лаванды. Она такого, видите, лавандового цвета. И коэнзим Q10. Мгновенный эффект за 10 минут без парабинов, силиконов, ГМО, ПЭГа, всякого-всякого там этого. Всего получается 10 минут в ней сидеть. Ну, знаете, 2-3 раза в неделю использовать. Ну, знаете, жалко так 10 минут с такой маской. На чистое сухое лицо наносится. Ну, в общем, посмотрим. Маска состоит из двух частей. Из двух частей. Из двух частей. А тут вроде одна часть. А тут написано, маска состоит из двух частей. Откройте упаковку, нанесите обе части маски на чистое сухое лицо. Странно. В общем, девчонки, обязательно подписывайтесь. Скоро будем тестировать эти интересные маски Фантомаса. Да? Так. И взяла вот такую. Это уже натуральная гидрогелевая маска. Увлажняющая. С алоэ верой и огурцом. Зеленая. Были еще какие-то фиолетовые. Что-то там такое розоватое, желтоватое. Ну, в общем, если мне понравится, я и другие приобрету. Я единственное, тут не вижу, где тут две части. Здесь ничего не нету. Ладно, посмотрим. В общем, открою вместе с вами. Потестируем. Содержит гидролат зеленого чая, экстракт василька, сок петрушки и гиалуроновую кислоту. Вот такие интересные масочки я приобрела. И еще одно мое приобретение в фикс прайсе. Это мой любимый, любимый вот такой крем. Охлаждающий актив гель Сустамол 3D экстракт лопуха. Охлаждает, успокаивает, снимает напряжение. Оказывается, стимулирующее действие для мышц, суставов 50 мл. Маленькая упаковочка. Всегда там беру именно охлаждающий. Идеально охлаждает. После тренировок мажу локти, мажу колени. В общем, все смазываю, все, что только можно. Нравится мне очень этот эффект охлаждения. Просто обалденный. Я уже не знаю, сколько я тюбиков перепробовала. Закрытый, запаянный. У меня там еще вроде есть чуть-чуть. Вот, но хороший такой гель. Беру постоянно. Это моя тоже постоянная такая покупочка. Тонким слоем, 2-3 раза в день, массирующими движениями. В общем, наношу, куда только можно наносить. Мне именно нравится такой холодок. Расслабляет. В общем, расслабляет. И, конечно же, заказ Озон. Заказ Озон. Это мне сейчас все надо унести. Заказ Озон ходила. Заказала себе, во-первых, ежедневник опять. Да, не думайте обо мне плохо. Заказала себе такую тетрадочку. Уже на 96 листов. Блокнотик. Знаете, я купила тот блокнот. Вот черный с надписью. Он хороший. Он хороший. Так, чем бы мне тут открыть? Он хороший. Я буду в нем делать что-то. Там меньше листов. 68 вроде. Тут 96. Не открывается. Так. Тут 96. И что мне нравится? Именно вот этот блокнот. Он. Мне такой был нужен. У него, во-первых, твердая обложка. Он с резиночкой. Брауберг опять 96 листов. И он сшитый. Я думаю, девчонки, кто знает. Тут точка такая более крупная. Не знаю, будет ли вам видно или не будет видно. В общем, тут точка более такая крупная. И он сшитый. Что дает возможность вот так его раскрывать. Не боясь, что листы как-то вылетят. Да? Вот. И я поэтому прочитала. Сшитый. Цена у него небольшая. Неплохая. Всего 200 рублей для такого блокнота. У нас в Экспрессе. Единственное, у него такие тонюхонькие. Тонюхонькие листики. Поэтому он такой тоненький. Да? Даже вот тоньше, чем тетрадка 96 листов. Ну, я взяла. Мне очень нравится. Очень-при-очень нравится. Я хочу сюда записывать. Знаете, что, девчонки? Список своих раскрасок. Которые у меня в коллекции. Вот. Ну, у меня их не очень много еще. Но я надеюсь, может быть, когда-нибудь будет много. Вот. Видите? Точечки тут такие хорошие. И что самое интересное? Он вот на такой резиночке. Раз, 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 раз. Закрыл. И вот твой такой блокнотик хороший. Заказала такая акварельная тут девушка. Но там особо выбора не было. Был еще какой-то темненький. Но он был подороже. Ну, взяла светленький. Какая разница? Пускай будет подешевле, чем за 300 рублей. Так, дальше. И взяла раскраску. Многие мне советовали. Маринка, купи. Маринка, купи. Ты не пожалеешь. Очень хорошие раскраски. На них сейчас очень хорошая скидка и на Озоне, и на Баукберисе. И мне говорили, Марин, купи. Ой. Какая она огромная. Я даже не ожидала, что она такая огромная. Ой. Она очень большая. Я почему-то думала, что она маленькая. Но она больше А5. Вот смотрите, насколько больше. Вот настолько больше. Это Ханна Карлсон. Я ее себе купила. И это первая моя раскраска такого плана. Магический дом. Тут немножко клеят. Что-то измазано. Что-то липкое. Но ничего. Я, может быть, протру. Такая классная. Я почему-то думала... Ой, какая прелесть. Я почему-то думала, что она намного меньше формата А5. Я, если честно, хочу все раскраски Ханны Карлсон собрать. Это моя пока первая раскраска. И я выбрала вот из такой серии. Именно магический дом. Что-то связано с магией. Что-то такое. Сейчас вам немножко покажу рисовку тоже. И кто захочет со мной полистать, тоже пишите. Видите, тут что-то с магией. Зелива и рени, грибы. Нравится мне рисовка Ханны. Очень нравится. Листы такие гладкие, хорошие. Не знаю, как сюда будет ложиться фрайл фломастер. И книга эта склеенная, что дает тоже возможность вот так ее раскладывать. Видите, без потери страниц. Смотрите, какая красота. Очень нравится мне рисовка. Можно... Я прям очень хочу попробовать раскрашивать маркерами, кисточками. Ну и карандашами тоже можно будет. Вот такие все тюбики, баночки, зелье варенье. И пишите мне, если хотите полистать эту книгу вместе со мной. Котики. Как всегда тут у Ханны изображение девушек. Но вот в этой книге, я так понимаю, не очень много. В каких-то книгах Ханны там прям преобладают портреты. И почему я выбрала пока вот эту, что тут прям минимум портретов. Ну, очень мне нравится. Хорошая. Ну, вот такого плана портрета. Сейчас я вам покажу. Вот такого. Вот такого плана. Очень-очень красиво. Не знаю, как сюда будут ложиться карандаши. Если честно, у меня пока... Ну, нету. Я за нее боюсь пока браться, чтобы прям так сразу раскрашивать ее. Удивите магию этого удивительного места. Хочется еще взять и остальные книги Ханны Карлсон, которые есть в наличии. Но они, конечно, очень-очень дорогие. Но иметь у себя коллекцию... Она же есть, не просит. Это же книга, да? Это же тебе не что-то, что срок годности пройдет, и она испортится. Это, видать, у меня издание... Сейчас скажу вам, какое издание. Может быть, кому-то интересно. Ой, такие тут грибы. Пишите. Будем обязательно смотреть. Это издание Коли и Бри. Коли и Бри. Вот. Поэтому вот такая красота. Я очень-очень рада, что мне удалось ее приобрести. Это... Мне копеечка упала в дзене. И я вот купила вот такую раскраску и блокнотик. Надеюсь, еще что-нибудь в дзене там вы переходите, смотрите. Что-нибудь еще мне там упадет какая-нибудь копеечка. Там очень мало падает. И вот я коплю понемножечку и покупаю себе в коллекцию такие замечательные раскраски. Здесь, кстати, что ли 64. Сейчас я вам скажу, сколько здесь страниц, если здесь написано. Ну, вроде 60, да. 64 страницы. Ханна Карлсон. Волшебные истории. Не ожидала я, что она будет такая большая. Я все же ждала вот такого вот маленького варианта. Все. Надеюсь, будет возможность приобрести еще Ханну Карлсон. Я же повторюсь. Единственное, я не буду пока, братцы, ее раскрашивать прям. Потому что у меня, ну, нету хороших материалов для раскрашивания. Нету хороших карандашей. Я тут начала какую-то раскраску раскрашивать. Карандаши все жесткие. Очень плохо ложатся на бумагу. Ну, может, это вот... Вся же бумага разная, раскраски разные. Все, мои хорошие, я вам все показала, все рассказала. Надеюсь, вам понравилось. Рассказывайте вы мне что-нибудь. Пишите. Пишите, чем увлекаетесь вы. Я буду очень-очень рада. Пока-пока.